В эфире телеканала ЮТВ итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! И в ближайшие 25 минут я расскажу вам о самом важном, что случилось на этой неделе по версии нашей редакции. Возвращение ковида и мусор, о чем говорили на оперативке в Центре управления Республикой. Копия вместо оригинала. Что будет с украшениями старого Бельского моста в Уфе? Как книжный бизнес выживает после 24 февраля, рассказывают писатель, издатель и букинист. Главный герой Татьяна Ларина. Что удивило уфимцев в премьере спектакля Евгений Онегин. Уровень коллективного иммунитета коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего. По словам Роспотребнадзора, осталось всего два месяца, чтобы это исправить. А с одним из рек операторов прекратится сотрудничество. Рассказываем о самых важных темах, обсуждаемых на оперативном совещании в Центре управления Республикой. 5 июля в Центре управления Республикой прошло очередное оперативное совещание правительства Башкирии. Повестка состояла в основном из обсуждения социально-хозяйственных и экономических вопросов. Но не обошли стороной и проблемы здравоохранения. Так, руководитель управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак оценила ситуацию с уровнем коллективного иммунитета коронавирусной инфекции как крайне тревожную. 27% у нас сегодня коллективный иммунитет. У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости вирусной. Поэтому по ревакцинации, по вакцинации сейчас надо активно отработать, потому что уже в европейских регионах, в европейских странах мы видим повышение заболеваемости коронавирусной инфекции, в том числе штаммами с тяжелым течением заболевания. В ответ на это глава Башкирии предложил провести 13 июля большое совещание, посвященное этой проблеме, с участием всех глав районов республики и Анны Казак. А глава Роспотребнадзора Башкирии продолжила доклад, сообщив, что в детском лагере были подделаны итоги обработки от клещей. Приведу пример. По недавнему выявлению в лагере энергетик клещей и мышей по проверке эффективности, мы увидели, что индивидуальный предприниматель Якупова за два дня обработала одним специалистом, потому что подписи в документах одного специалиста, 11 гектар в Уфимском районе. И в том числе в другом лагере на другой территории республики тоже проводились обработки, то есть фиктивные обработки, фиктивные документы. Материалы мы передали в прокуратуру. Продолжая тему специальной обработки территории, Казак поделилась с неутешительными данными. По словам чиновницы, в Башкирии в пять раз увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой. Основная проблема, которую мы видим, это недостаточная обработка территорий. Предполагаемая территория для обработки составляет порядка 86 тысяч га. А на сегодня мы обрабатываем 49 тысяч гектар. Это тревожный фактор, который ставит республику в рейтинге неблагополучных регионов. В первую строчку обращений граждан, которые фиксирует система инцидент-менеджмент, занимает тема дорог. Но Елена Прочаковская заострила внимание Радия Хабирова на вопросе несвоевременного вывоза мусора компании «Дюртюли-Мелиевод-Строй». Вот такие вот обращения. У меня с мансовичем у нас здесь нет этого. Аферыч, что будем делать с этим? Предварительную проверку с прокуратурой проводим. По данным региональным операторам согласовали. Смотрите, я вам поручение дал. Мы с коллегами больше не будем работать. Поэтому вы доводите это до конца, чтобы мы больше вот эти безобразия не видели, ладно? Муниципалитетам республики требуется 1223 единицы уборочной техники, сообщила в своем докладе исполняющая обязанности министра ЖГХ Башкирии Ирина Голованова. Также она рассказала, как регион может обновить технический парк. Одним из вариантов решения этой задачи является закуп техники с использованием механизма финансовой аренды лизинга. Например, закуп 533 единиц техники с рассрочкой на 5 лет и первоначальным взносом в размере 24% позволит единовременно обновить республиканский парк техники на 50%. Помятуя тяжелую ситуацию этой зимой, Ради Хабиров попросил сделать акцент на закупке снегоуборочной техники. Завершая оперативное совещание, глава региона дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства республики. Хабиров попросил Александра Булышева рассмотреть возможность использования зимних реагентов, которые производит башкирская содовая компания. Вы либо скажите, что не будем с ними работать, либо тогда работаем и посерьезно, потому что с одной стороны мы бы получили хорошие продукты, в то же время соду бы поддержали. Это наша компания вообще-то, так? Поэтому об этом тоже мне доложите, с руководством компании проговорите. На следующей неделе жду доклад. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ. 66 лет назад в Уфе произошло историческое событие – открытие моста через реку Белая. Взгляды уфимцев мост притягивал не только своими масштабами. Горожане с любопытством рассматривали его украшения – арку, вазоны и парапеты. Что будет с ними после капитального ремонта, расскажем в нашем материале. Тонны бетона и металла. 66 лет назад в Уфе произошло историческое событие – открытие моста через реку Белая. До этого на другой берег можно было попасть по аналогу понтонного моста. Новый возвели за 4 года. С опережением графика. Взгляды уфимцев мост притягивал не только своими масштабами. Горожане с любопытством рассматривали детали убранства объекта – металлическую арку, гранитную облицовку опор и чугунные ограждения. Они были установлены на протяжении всего моста. А рассмотреть их вблизи можно на редких старых фотографиях. Срок эксплуатации старого Бельского моста составлял 50 лет. В 2018 году его закрыли на полгода. Специалисты утверждали, что объект находится в предаварийном состоянии. Подлатанный он протянул меньше трех лет. Весной 2021-го мост закрыли на капитальный ремонт. В рамках капремонта и реконструкции будет проведена полностью демонтаж пролетного строения. Это стали железобетонная плита. То есть железобетонная плита проезжая часть вместе с асфальтным покрытием. Полностью демонтированы перильные ограждения. Конструкция арки и конструкция пролетного строения. Будут сооружены три новые опоры. Что касается старых опор, то они процентов на 75 будут демонтированы до основания фундаментов. На месте старой арки появится новая. Точная копия исторической. По словам Василия Чекурова, она не будет декоративным элементом. Ей отведена роль основной несущей арки. Не стоит забывать и о менее масштабных элементах. Начнем с полувековых чугунных тумб для фонаря. Их демонтировали с моста в начале работ. Телеканал ЮТВ узнал, куда их увезли. Мы сейчас находимся на нашей базе, которая расположена в Демском районе, на территории Демского района городского округа города Туфа. Здесь мы складировали декоративные элементы, и опор наружного освещения, которые демонтировались со старого Бельского моста. Перед нами те самые тумбы, которые более 60 лет украшали Бельский мост. Когда-то они встречали и провожали уфимцев и гостей города. Сегодня время победило чугунное литье. Наглядно, один из примеров, а их тут большинство. Дверца у них повреждена, лакокрасочное покрытие уже не соответствует. А нижняя часть тумбы, несмотря на защитные эти все обработки, все равно по истечению срока, то есть она, особенно вот изнутри это видно, то есть она вся уже прожавела, наличие трещин, дефектов внешних, физических. То есть как бы все время сказала о себе, то есть дала о себе знать. Дальнейшее применение их невозможно. Какая судьба ждет эти элементы, в Уфа-Горсвете нам пояснить не смогли. За комментарий мы обратились в администрацию города. Использование оригинальных чугунных тумб опор освещения не предусмотрено. Новые опоры освещения будут установлены за перильным ограждением на металлическом кронштейне. Другой важный элемент, задававший стиль всему мосту, чугунные ограждения. Нынче они хранятся в Эмбу по содержанию и благоустройству Керовского района. Среди складированных стройными рядами ограждений выделяются звенья с изображением снопа пшеницы и ордена Отечественной войны. В мэрии нам пояснили, что демонтированные чугунные ограждения будут установлены на улицах города. На мосту их заменят новые, точные копии оригинальных. В рамках капитального ремонта старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского по проекту предусмотрены литые чугунные ограждения в духе советского ампира. Они будут аналогичным ограждением, установленным в 1956 году. Завод выбирает подрядная организация. Есть несколько заводов, изготавливающих данные ограждения. На этих эскизах ограждения, которые должны появиться над ремонтированным мостом. Как мы видим, сноп пшеницы и орден Отечественной войны все же займут свои места. Секция перильного ограждения повторит рисунок своей предшественницы. Чугун и столица Башкирии много лет идут рука об руку. Один из самых масштабных объектов Уфы, набережной Белой, украшает ряд чугунных ограждений. Их отлили в исправительной колонии номер 9. Там же делают из камейки урны люки. Но в нашем городе есть чугун с еще более богатой историей. Парк Салавата Юлаева. Здесь горожане могут встретить образцы знаменитого художественного каслинского литья. Касли – это город в Челябинской области. Там расположен чугунолитейный завод с трехвековой историей. Это литье известно графической четкостью, игрой бликов и скульптурной точностью. Вот как видно ребро даже, насколько оно проработано, каждый элемент. То есть это очень высокое качество литья. И, соответственно, потом уже обработка механическая идет, это сверление, чтобы можно было закрепить. Вот шишечка, соответственно. Это все литье, все литье. Весь торшер – это все литье. Утверждать, что ограждения на Бельском мосту принадлежат каслинским мастерам мы не можем. Обратившись на завод, мы получили лаконичный ответ. Архивов нет и подтвердить эту догадку невозможно. Но полюбоваться свежими работами каслинских мастеров можно еще в Софьюшкиной аллее, около гостиниц «Агидель» и «Нестеров Плаза». Впрочем, знаменитое литье все же может появиться на Бельском мосту. В мэрии подчеркнули, что на мосту установят новые точные копии въездных композиций из бетона. Тумбы с вазонами и массивные парапеты должны передать дух советской эпохи. Фриз на арке тоже заменят на новодел. Таким образом, оригинальный вид Бельского моста останется только на пожелтевших фотографиях. Андрей Шарыгин, Андрей Шуняев, Роман Нагуманов и Анастасия Никишина. Телеканал ЮТВ. Книжный бизнес в России переживает очередной кризис. Магазины, которые продают литературу, еще не успели оправиться от локдауна. Типографии и издательства столкнулись с дефицитом материалов для печати, а популярные авторы, в свою очередь, больше не хотят издаваться в России. Опустеют ли полки книжных магазинов, чего боятся отечественные писатели и почему типографии больше не хотят выпускать художественную литературу. Подробности в нашем материале. Ряд позиций или издательств учебной литературы подняли цены в этом году уже процентов на 40. Прежней цена не будет, это однозначно. Да, тиражи упали. Средняя тиражность едва дотягивает тысячи-две тысячи экземпляров. Я думаю, что зарубежная литература будет переводиться и издаваться неофициально в таком случае. С начала 2022 года стало понятно, что книжная отрасль в России переживает сильный кризис. Издательствам и типографиям не хватает материалов для печати, книжные магазины еще не оправились от двух лет пандемии, а зарубежные писатели, которых больше всего читают россияне, разрывают контракты после начала специальной военной операции в Украине. Первые трудности у книжной отрасли начались еще в 2020 году, когда магазинам пришлось стоять без дела. С тех пор не все книготорговые точки смогли оправиться от удара. Тогда бизнес серьезно достаточно просел, потому что так вот вдуматься. Видите, в магазине не так много посетителей, это не строительный магазин. Тем не менее, почему-то магазины книжные были закрыты во время пандемии, а некоторые работали. С чем это связано, вот с этой точки зрения не совсем понятно. Поверх проблем пандемийного времени накладывается новый кризис, который возник из-за санкций в отношении России. Импорт зарубежных компонентов для печати по большей части остановлен, а стоимость печати в типографиях только растет. Издательство сталкивается, в общем-то, как и все, с некоторыми трудностями в логистике прежде всего. Типография вообще базируется полностью на импортных комплектующих. Ну, начиная от краски, заканчивая различными специфическими материалами. Я уж не говорю об оборудовании, которое целиком и полностью импортное. Как правило, это европейские производители. Если раньше условный Стивен Кинг на газетке печатался только для фикс-прайса и подобных магазинов, то сейчас в крупных сетях книжных он лежит же также на газетной бумаге, но только уже с ценником заоблачным. К слову о писателях. 70% всероссийского книжного рейтинга занимают именно зарубежные авторы. Наиболее популярные из них уже не работают с российскими издательствами. Большинство крупных книготорговых домов зарубежья – это американские, это Англия, Евросоюза – приостановлены вообще партнерские отношения. Действующие договоры, они продолжаются, но если не будет разморозки, то может получиться так, что будет значительное сокращение количества авторов, новинок. Некоторым отечественным писателям уход с рынка зарубежных коллег не сулит ничего хорошего. В разговоре с нами писатель Игорь Савельев, автор книги «Терешкова летит на Марс», рассказал, что беспокоит литераторов на самом деле. Дела у писателя писателя не важны, потому что та цензура, которая была введена, хотя и очень косвенно ударила по литературе и книг-издательскому делу, но она уже ударила, потому что были названы несколько топовых авторов, нежелательных для российского книжного рынка – это Дмитрий Быков, Борис Акунин и Дмитрий Глуховский. Вот, соответственно, есть такой сигнал для книжного рынка, для книг издания, для того сектора, который занимается современной русской литературой. Первые сложности, со слов участников книжного рынка, могут начаться уже к концу 2022 года. И на вопрос о том, что дальше будет с зарубежной литературой в России, российские писатели и издатели отвечают по-разному. Это переводная сегмента, довольно большая индустрия. Я думаю, что, наверное, какой-то выход будет найден, или, возможно, зарубежные книги будут замечены контрафактом. И тут как бы серого импорта это, в принципе, не будет. Авторское право вообще в книжной отрасли работает давно и сильно. Не принято в черную что-то перепечатывать. Я сомневаюсь, что кто-то решится вот на уж вот такой вот конкретный шаг. Но, с другой стороны, издательства, на мой взгляд, сильно переориентированы на зарубежную классику, на зарубежные все вот книги. У нас огромное количество неплохих писателей, которые, по сути, искусственно загоняются в тень. Впрочем, книга печатанья не умрет окончательно. Почти все наши собеседники отметили, что типографии могут переориентироваться на выпуск учебников и постоянно выполнять большой государственный заказ. Отсутствие художественной литературы и какой-то нон-фикшена какого-то еще чего-то затыкается все печать учебников, потому что история меняется тут неожиданно. Надо печатать новые учебники истории, надо печатать новые учебники литературы, русского языка и подобных гуманитарных предметов. Здесь еще один нюанс, наверное, можно будет озвучить. Дело в том, что буквально два месяца назад на главном, скажем так, главный оператор книгоиздания учебного, это издательство просвещения, у них произошел пожар центрального склада. И вся литература, которая там была, она сгорела. Поскольку бюджет, госзаказ, он все-таки актуален более чем. И 1 сентября дети всех, всех страны, и не только страны нашей, но и ЛНР, ДНР и так далее должны пойти в школу уже с готовыми учебниками, то вполне возможно здесь приоритет отдан именно этому издательству. Цены на книги сейчас находятся на пороге терпимости. А покупательская способность, со слов директора книжного магазина, начала падать еще в 2018 году. Чтобы сэкономить, люди могут начать покупать старые книги у букинистов вместо новых. Букинистика сейчас, в принципе, сейчас переживает подъем. Может быть, еще не такой глобальный, как хотелось бы. В принципе, сейчас увеличивается количество покупателей, увеличивается количество издатчиков в том числе. Опять же, идет школьная программа. Лето к нам уже приходит со списками внеклассного чтения, со словами о том, что невозможно покупать в магазинах, это очень дорого. По словам участников рынка, сейчас все идет к тому, что книжный рынок России может потерять ощутимую часть покупателей, а интернет-пиратство снова станет привлекательным. Опустеют ли полки или выход из ситуации все же будет найден, станет ясно только к концу 2022 года. Когда придет время заключать новые договоры с агентствами и издательствами, и будут найдены новые поставщики сырья для печати. Егор Полторыхин, Роман Нугуманов, Ильдар Каюмов и Игорь Яковлев. Телеканал ЮТВ. В Баштирском театре оперы и балета закрыли сезон оперой Евгений Онедин. Показы прошли при аншлаге, что порадовало и труппу, и режиссера. Но какое принципиальное отличие нового Онегина, и когда оперу можно будет увидеть снова? Подробности в нашем сюжете. Классическая музыка, костюмы и сюжет. Татьяна влюблена в Онегина, а Онегин не готов жертвовать свободой. Опера Чайковского Евгения Онегин остается знаковой для Башкирского театра оперы и балета. Она была одной из первых постановок, а теперь уже новый взгляд на великое произведение закрывает сезон. По словам режиссера Евгения Онегина Лейсанца Фаргуловой, она сделала все, чтобы не разочаровать ни саму себя, ни зрителя. В результате и предпоказ, и два дня премьеры прошли при аншлаге. Сложно оценивать свою работу, когда ты в ней уже не просто полтора месяца постановочных, а два года еще мыслишь и каждый день живешь с этой музыкой, размышляешь над образами. Я могу лишь оценить работу солистов. Я очень благодарна нашей оперной труппе, потому что они проделали огромную работу. В случае с Евгением Онегиным новый взгляд не противоречит классике. Каждая постановка отличается от предыдущей. По словам режиссера, в этом и заключается живой рабочий процесс. Именно словом «живое» Лейсанца Фаргулова описывает произведение. Она решила отступить от оперных формальностей настолько, чтобы герои раскрылись иначе. Зрители не уходили, зрители оставляли свои отзывы, и это очень приятно. А оценивать объективно уже очень сложно. В процессе репетиции какие-то вещи, которые задумывались одними, трансформировались. И это нормально, это живой процесс. Сложно придумать спектакль от и до и воплотить его именно в таком варианте. Солисты в какой-то момент сами начинают что-то предлагать. Ты стараешься подстраиваться под органику солистов и под их психофизику. И это такой процесс живой. С тем, что новая версия наполнена жизнью, согласны и артисты. Это не первый образ Онегина, который я делаю. Но каждый раз это все равно интересно. Каждый раз по-новому. Онегина делают холодным, как наша северная столица. А здесь, на мой взгляд, Онегин получился довольно-таки живым человеком, живым в плане эмоций. По мнению зрителей, нового Евгения Онегина можно было смело назвать Татьяна Ларина. Темами трогательной, но смелой главной героини пронизана вся опера Чайковского. Подкрепляется это и режиссерским взглядом, и мнением артистов. Я еще была совсем юной девушкой и всегда мечтала спеть эту партию. Она очень подходит мне по моему внутреннему миру, по моему внутреннему драматическому нерву. Я, конечно, читала Пушкина, и дирижеры, режиссеры очень мне здорово в этом помогли, чтобы я больше раскрылась. Все написано в музыке, абсолютно все Чайковский написал, и не приходится что-то выдумывать. Важная позиция режиссера. Театральная труппа не стремилась приблизить оперу к зрителю. Главной задачей было приблизить зрителя к опере и позволить тем, кто редко ходит в театр, влюбиться в искусство именно через Евгения Онегина. Почему многие люди не любят оперу? Потому что приходят и не понимают, что происходит. То есть здесь все-таки у нас Лисянцев Аргулова, наш режиссер, она сделала максимально все, чтобы опера была актуальна и понятна. Все эти переживания, которые идут у Татьяны, которые идут у Онегина, каждый из нас это все проходил. В своем юношеской первой любви. И всем это нам близко, знакомо, и это будет знакомо каждому зрителю. Я, конечно, не может быть, не совсем знаток оперы, но мне понравилось, как Татьяна. И голос, и как она подает себя. Костюмы, декорации, артисты, как всегда на высоте. Ну, любимые произведения. Я много очень знаю наизусть, и поэтому сейчас я даже на письме Татьяны расплакала. Приятное восприятие. Все очень по классике, и при этом как-то удалось режиссерам и вообще команде, которые создавали это чудо, сделать так, чтобы это все выглядело очень современно. В следующий раз Евгения Онегина уфимские театралы увидят уже в грядущем сезоне. И, судя по раскупленным билетам, новое видение пришлось зрителям по вкусу. Эвелина Бронникова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Это были главные новости республики за неделю. Спасибо, что были с нами. Сюжеты, новостные выпуски и многое другое вы найдете на сайте ЮТВ.ру и на нашем ЮТВ-канале. Всего доброго и до свидания.